МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор выпуска новостей – Забайкальский государственный театр «Кукол. Тридевятое царство». В театре «Кукол. Тридевятое царство» идет ремонт. Но любимые герои волшебных сказок по-прежнему с нами. Лучшие спектакли «Читинская детвора» может увидеть на сцене органного зала Забайкальской краевой филармонии каждую субботу и воскресенье. Тридевятое царство – это мир волшебных сказок. По следам кинофестиваля, что осталось за кадром прямых трансляций, которые вела наша телекомпания, расскажем и покажем в выпуске. Выступление Хабиба на дне города читинцы не отпускали известного исполнителя не только со сцены, но и из своих объятий. В предвкушении нового праздника кино, чего ждать от юбилейного десятого фестиваля «Завесу тайны» приоткрыла министр культуры Ирина Левкович. Эти и другие темы раскроем более подробно. Прямо сейчас вы смотрите новости на канале РТК «Забайкалье» в студии Дарья Пьянникова. Здравствуйте. Девятый Забайкальский международный кинофестиваль завершен. Как это было, расскажем я и мои коллеги в сегодняшнем специальном выпуске. Все, что осталось за кадром прямых трансляций, чем поделились артисты в перерывах между концертами и встречами с забайкальцами. Звездные гости накануне вновь прошли по Багуловой дорожке. Итоги девятого Забайкальского международного кинофестиваля были подведены на торжественной церемонии закрытия. Руководитель региона Александр Осипов поблагодарил всех причастных за организацию кинофорума и вручил специальный приз Дмитрию Харатьяну. Также специальными призами были награждены Сергей Пускипалис, Мария Порошина и Анна Ардова. Приз победителю печенга кинопроектов достался автор Никите Ивакину. Сразу в двух номинациях «Лучший фильм, сделанный в Забайкальском крае» и «Лучший короткометражный документальный фильм» была отмечена картина «Я не знаю букву 2» нашей землячки Олеси Карипановой. В номинации «Специальные призы кинофестиваля» лента «Странствие пепла» собрала сразу три награды – «Лучший актер», «Лучший режиссер» и победила в номинации «Лучший фильм». Актер, режиссер и сценарист Сергей Пускипалис после вручения ему специального приза принял решение прямо на сцене, передал денежную премию солдатам, вернувшимся со спецоперации, тем, кто сегодня проходит лечение в госпиталях. Лично к ребятам посредством видеосвязи в финале закрытия кинофестиваля обратилась и ведущая церемонии Олеся Судзиловская. «Я сегодня была в госпитале у ребят, которые вернулись с Украины, у раненых. И их не трогает, ну не знаю, там, боль или то, что они скучают по дому. Больше всего они переживают на тему того, что здесь у нас, в тылу, их не всегда поддерживают. Я хочу вас попросить просто сейчас поаплодировать. Я их в микрофон всех назову, сниму, и их нельзя фотографировать. Мне не дали сегодня возможности ни снять, ни передать привет их родителям, никому. Но вот сейчас мы с вами вместе здесь можем быть. Я буду называть, а вы просто поаплодируйте, мы запишем, мы будем всех гостей приглашать на сцену. Вот, ребят, вас все приветствуют. Паша, он сейчас один в палате. Сережа, Алексей, Сережа, Денис, супруга Василиса, врач, Борщевский. Спасибо вам большое, друзья. Мальчики, вот, посмотрите. Россия с вами, мы вас бесконечно благодарим. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Следуя давней традиции, председатель оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктор Шкулев накануне побывал в селе Улеты. Вместе с ним на его малой родине побывали известные артисты Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Ольга Краську и Агния Кузнецова. Галина Миртова продолжит тему. Девятый раз проходит кинофестиваль на Забайкальской земле. И каждый год его основатель, организатор, председатель оргкомитета Виктор Шкулев первым делом отправляется на свою малую родину в село Улеты. И у школьных друзей, особенно одноклассниц, не стоит и оповещать об этом. Знают, мимо Виктор не проедет. Одноклассник. Мы с ним за одной партой сидели. Он у нас самый умный, добрый, хороший. Дружили, общались, спортом занимались. Хулиганили, как все. Это обычное явление. Ну и друзьями хорошими были. Он за меня, между прочим, контрольное дело. Он был очень умный. И свои сделают, и нам еще второй вариант сделают. Рассказчик был интересный. Очень интересно было его слушать. Всегда толпа вокруг него организовывалась. Нас на переменах организовывались танцы. Под баян у нас были баянисты в выпуске. И всегда дискотека была на переменах. Ну и сейчас, конечно, он вам помогает. Помогает селу. Конечно, помогает. Очень хорошо помогает. И в школе, и в селу, и друзьям. Нам лично. Каждый год фиксирует на камеру приезд гостей фестиваля местный оператор Виктор Емельяненко. Вот и на этот раз его камера уже в полной боевой готовности. Ждем. Ждем. Очень знакомые много лиц. Так вот, в некоторых первый раз так видим еще. Но хотим. И погодка вот немножечко подкачала. Вчера было очень тепло, сегодня прохладненько. Но надеюсь, что народ хоть немножко у нас соберется. Среди именитых гостей и в самом деле много знакомых. Дмитрий Павленко тоже родился и вырос в Забайкалье. Теперь живет и работает в Москве. Он артист театра и кино. Если бы я имел возможность летать почаще или что-то придумать, я всегда мечтаю что-то придумать. Либо что-то поиграть, либо что-то сделать. Потому что, конечно, тянет. И ты думаешь, с возрастом ты больше отойдешь от родины. На самом деле, больше начинает тянуть. Ну и хочется навещать родителей. Слава богу, они у меня в здравии. Поэтому хочется чаще общаться. Сегодня мама день рождения, все-таки скажу. Поздравляем. Спасибо, да. В администрации села гостей встречали за праздничным столом. Впереди обширная программа. Так что горячий чай и легкий перекус – то, что надо. Вы же знаете, у нас лютовский народ очень такой добросердечный. Поэтому они всегда тебя поддержат, какой бы ты ни был. Как только ты даешь хотя бы чуть-чуть позитива, то тебя вдвойне поддержат. Уже сейчас Виктор Шкулёв и его команда продумывают концепцию следующего, десятого международного Забайкальского кинофестиваля. Мы смотрим на то, что происходит сейчас, и говорим, окей, хорошо, удачно получилось. На десятый нужно добавить. Или десятый мы сделаем вот так. На десятый нам надо еще чего-то. И так далее. Потому что для нас этот проект, он в процессе, он идет. По традиции артисты театра и кино вместе с Виктором Шкулёвым возложили цветы погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны на мемориале Победы. Совсем недавно здесь была проведена основательная реконструкция. Теперь имена полутора тысяч забайкальцев, в основном это жители села Улёты, высечены на гранитных плитах. Я, как потомок тех, кто пережил войну и ее последствия, берегу в своей душе глубокое почтение, уважение. И когда я бываю на мемориалах, я всегда стараюсь прочесть все фамилии на стелах, что-то увидеть в этих инициалах, представить судьбы. А после мемориала именитые гости посетили храм во имя Архангела Михаила. В 2009 году его строительство инициировал Виктор Шкулёв. Тогда сельчане горячо поддержали своего именитого земляка и тоже всячески помогали в возведении храма на селе. В конце дня сельчане собрались у Дома культуры, где и прошла творческая встреча артистов с местными жителями. Здравствуйте, приехали. Здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте, гости дорогие, славные дорогие, славные дорогие. Я смею всем сердцем у меня, Седу тебя здрасте, что единственным встать для тебя, для тебя, для тебя. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК Забайкалье. Еще один звездный десант высадился в этот день на уже в восточной части Забайкалья. Артисты Российского театра и кино Нонна Гришаева, Анна Ардова и Евгений Дятлов провели творческую встречу с жителями села Газимурский завод, а также с вахтовиками Быстринского ГОКа. Звезды Российского театра и кино Нонна Гришаева, Анна Ардова и Евгений Дятлов 27 мая прилетели в газзавод. По пути они удивлялись маленькому, но резвому багуловому самолету. А дамы честно признались, что было очень страшно. Это примерно как на ослике по горной тропинке. Так едешь, елки-пылки, не упадет ли ничего. Но это я шучу, потому что на самом деле я люблю эти все вещи. Единственное, что я с парашютом не прыгал, но я десантировался там и по канату, и на тросах. Поэтому как-то так, я спокойный. Вот девушки, да, девушки, они очень беспокоились. Ой, Россия, ты Россия, мать российская земля. Про тебя моя Россия, честь тепловушка легла. Жители встречали артистов с теплом. Гости такого уровня к ним приезжают редко. То, что у нас возникла такая возможность прикоснуться близко, так сказать, услышать голос со сцены, со своего любимого ДК, ну, это замечательно, это шикарно. Для населения, конечно, это мероприятие значимое с точки зрения культуры, поскольку территорию нашу посещают не так часто высокие гости. Ждали, ждали всех. Это у нас бывает редко, уже два года как не было. Но до этого тоже приезжали, и всегда мы их ждем, всегда верим, что они к нам приедут и вернутся. Нравится, конечно, Анна Ардова. Смотрела с ней много фильмов. Она в основном, как я понимаю, в комедиях снимается. Анна Ардова выступала вместе с аккомпаниатором Анной Петуховой. Они исполняли песни Вертинского и других композиторов. Но главное, актриса просто общалась со зрительным залом, рассказывая о своей жизни. Нонна Гришаева поделилась с творческой молодежью секретом о том, как поступить в театральный вуз. Говорит, очень важно, чтобы ваша программа была яркой, эмоциональной и разноплановой. В качестве примера она прочитала отрывок, с которым сама в свое время поступала в театральный институт имени Щукина. Актер Евгений Дятлов, которого так ждали поклонницы, исполнил песни под гитару. Пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу, светлый терем с балконом на море. К слову, все артисты выступали вживую. Не зря Дятлов и Гришаева участвовали в ряде крупных музыкальных ТВ-шоу. Актер честно признался, что разница во времени дается нелегко. Но глядя в заинтересованные глаза зрителя, голос сам просыпается. Уравновесила все как раз публика, потому что прекрасно принимают, очень хорошо слушают, люди с добрыми лицами. Не, не, серьезно, знаете, бывает так, я пел вот в капелле, да, там в Санкт-Петербурге. Ну, полный зал, все. Почему-то глаз выискивает человека, который весь концерт сидит вот так. Вот он сидит вот так. И так думаешь, ну встань, давай я тебе заплачу за твои билеты. Только уйди, потому что я не могу уже как бы ни на кого смотреть. И смотрю только на него. Ну, а потом оказывается, что этому человеку понравилось, просто он так слушает. Так что спасибо публике, она своей душевностью задачу так вот облегчила. После концерта актеры поехали выступать для вахтовиков Быстринского ГОКа. Как сказали работники, кинофестиваль и предприятие подарили им шанс встретиться с такими артистами. На вахте это как глоток свежего воздуха. Валерия Афанасьева, Константин Васильев, РТК Забайкалье. У гостей кинофестиваля, кроме концертов и встреч, была очень плотная культурная программа. 28 мая они посетили фестиваль национальных культур «Вместе мы сила», который прошел на площади Ленина. Забайкалье здесь в дружбе и согласии проживают более 120 национальностей. Русские, буряты, венки, украинцы, армяне и многие другие народности. Все они говорят на разных языках, имеют свои национальные традиции и верят в разных богов. Но общее у всех одно – это любовь к России. Дмитрий Харатьян, Сергей Пускепалис, Олеся Судзиловская, Анна Ардова, Агния Кузнецова, братья Тарсуева, Николай Рябуха, Евгений Краткевич посетили фестиваль, познакомились с разными диасфорами, попробовали их национальную кухню, поиграли в народные игры, увидели и услышали песни и танцы разных народов. Также звездные гости посетили и отреставрированный накануне краевой драматический театр. Первые акустические возможности зала протестировала актриса Ольга Красько, прочитав на новой сцене стихотворение Агнии Барто «Болтунья». Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, мне петь охотно. Из-за кружок прессования тоже все голосовали. А Мария Марковна сказала, когда я шла вчера из зала, драм-кружок, кружок по фото – это слишком много что-то. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок. Реконструкция драматического театра в Чите стартовала в 2019 году по федеральной адресной инвестиционной программе. На эти цели выделили более 1 миллиарда рублей. Самое главное – это живой звук. Это вот никуда не денешься. Насколько акустически оно соответствует современным стандартам вообще. Живой голос – это самое главное. Можно сносить как угодно техническими микрофонами, а если нет живого голоса, ничего не будет. Для драм-театра это обязывает. Мне тоже очень нравится, что все гармонично, очень и по цвету, и по фактуре. Мне нравится, что очень много сделано с заботой о зрителях, что здесь вот есть пуфики, что удобные кресла. Я это понимаю, что это очень важно – отдохнуть и вообще получить какое-то эстетическое удовольствие. Зрители продолжали получать новые порции эстетического удовольствия. Даже ночью под открытым небом больше 300 забайкальцев смотрели 13 отечественных и зарубежных кинолент. Конкурс короткометражных фильмов в этом году стал самым массовым по количеству заявок. Их поступило более 350. Наша съемочная группа оделась потеплее, чтобы ничего не отвлекало от просмотра. Ночь, атмосфера праздника и долгожданные фильмы в жанре короткометражек. В этом году есть чем удивить читинцев и гостей города. Уже традиционно на конкурс короткометражного кино Оргкомитет Забайкальского кинофестиваля получает сотни заявок. Не стал исключением и этот фестиваль. Девятый по счету. И сравнить его можно разве что с шестым. Тогда желание попасть на экран выразили около 300 номинантов. Окончательный список лучших зарубежных российских, ну и конечно же забайкальских фильмов в формате короткого метра известен. Организаторы признаются, выбирать было непросто. То количество, например, короткометражных фильмов, в том числе фильмы читинских и забайкальских режиссеров, их было очень много. У нас работала отдельная отборочная комиссия, как раз на международном конкурсе короткого метра. И в целом я могу сказать, что уровень забайкальских авторов, он растет, даже если это не профессионал, даже если это, например, какие-то детские студии. Все равно я вижу действительно рост и профессиональный, и технический, что очень важно. То есть это то, что делает вот эти вот фильмы конкурентоспособными. Зрителей собралось настолько много, что посмотреть кинокартины «Сидя» получилось только у тех, кто пришел заранее. Однако это не помешало даже стоя наблюдать и оценивать творчество 13 авторов из разных уголков мира. Ну вот тоже столько лет не ходили, но нынче уже решили, что надо сходить, потому что весна, погода позволяет. Нет, и потом два года же не было. Да, и два года не было такой возможности вообще. Фестиваль, такой бывает раз в году. Решили посмотреть, приобщиться к этому кинофестивалю. Чего ожидаете, скажите? Ну, самого хорошего, интересных фильмов. Я как поняла, молодых режиссеров будут в фильмах. Поэтому, конечно, хотелось бы посмотреть. Действительно, большинство режиссеров, заявивших свои фильмы, молодые. Кто-то только начинает свой путь в кино, а кто-то уже имеет стаж в съемке короткометражных лент. Количество и качество присылаемых фильмов навело комитет фестиваля на мысль, что очень много достойного кино оказывается, образно говоря, за бортом. Это настолько нас поразило, что мы уже начали подумывать о том, чтобы, может быть, несколько расширить этот формат и добавить еще показов в следующие годы. Зрителям показали короткометражки, вошедшие в шорт-лист. Явь, Эксперт, Мир и Я, Без Неба, Too Big Drown, Изнанка, Row number 79, Her Seed, Пачка, Победитель, Тюльпаны, Телефонное детство, Яблоня и Я не знаю букву 2. Сейчас у нас практически ничего не идет в кинотеатрах, и мы очень сожалеем об этом, потому что мы большие киноманы, и когда мы узнали, что на улице, а мы очень любим просмотры именно на улице, узнали, что будет проходить водора «Ночь короткого метра». Мы сразу же приготовили пледы, взяли пиццы, напитки, пришли и с таким удовольствием сейчас смотрим, наслаждаемся этим прекрасным вечером. В завершении «Ночи короткого метра» по решению экспертной комиссии победительницы конкурса короткометражек, сделанных в Забайкалье, признана картина «Я не знаю букву 2» режиссера Олеси Карипановой, которая когда-то жила в Чите. Фильм рассказывает о взрослом человеке, который оказывается совершенно неприспособленным к самостоятельной жизни. В 20 лет Пётр Косихин не знает алфавита, а элементарные детские задачки с сидящими на ветке птичками кажутся ему непостижимыми. Однако главный герой не дурак, просто однажды попал в психинтернат. Петру поставили диагноз «необучаемый», но вопреки всему диагнозу человеческой предвзятости и некомпетентности повзрослевший Пётр отправляется учиться в первый класс. И пока над ним смеются, он обретает знания. И это у него получается. Ну а как именно, можно узнать, посмотрев короткометражку полностью. Григорий Анипер, Евгений Нафигов, Максим Лобачёв, РТК «За Байкалье». Картина «Школьный учитель» режиссёра Николая Годомского, главную роль в которой сыграл Юрий Тарсуев, не попала в число призёров конкурса короткометражных фильмов, однако собрала на премьерном показе аншлаг. Почти сорокаминутная кинолента стала настоящим подарком ко дню города, то и дело, возвращая зрителей в чету сороковых годов и обратно с тревожными новостями из Донбасса. Исполнитель главной роли в фильме «Школьный учитель» Юрий Тарсуев, оператор-постановщик Евгений Харченко. Так, дети, идите все сюда, кто снимался в классе. Вы сейчас думаете, я помню вас всех, как зовут-то? Команда короткометражного фильма едва смогла уместиться на одной сцене. За три коротких съёмочных дня труппе актёров-любителей и профессионалов удалось изобрести настоящую машину времени. Получилось всё и немножко больше. Да, и вся моя задумка, которая была, это рассказать о нашей чете. А получилось так, что мы не только о чете рассказали, мы рассказали о нашей чете, как о звёздочке на карте нашей большой, великой, героической страны. Вот так получилось. Один и тот же город и такие разные поколения, путешествуя во времени, за короткие 40 минут фильма не дают зрителю усомниться. Урок нашей с вами истории будет продолжаться до тех пор, пока мы его как следует не усвоим. По мне так вообще эта патриотическая фигня уже давно не актуальна. Вон, посмотрите вокруг, всё на западном. Вот телефон, брюки, машины, всё они наши. А на нашу сядешь, так куча проблем, а не езда. А что звание дают, так за те заслуги, которые были давным-давно. Вот вчера помнишь? Раненых привёз. А там все молодые. А я... Салаги ещё. Жизни не нюхали, а... А уже там на фронте воюют. Понимаешь? Они там. Фрица бьют. А я тут. В тылу окопался. Гнида тыловая. 20 эвакогоспиталей в Чите и ещё 30 по краю, в тылу, захлёбывались кровью, выхаживая солдат с передовой, сшивая и без того натянутые жилы тех, кто не поднимая головы трудился в цехах. Никаких декораций. Тут самый эвакогоспиталь в школе номер 3 вновь открыл свои двери благодаря художнику-постановщику. Переместился в пространстве, но не выпустил из рук фотоаппарата и наш коллега Евгений Панчинцев. Внимание, снимаю. Школа номер 3 примечательна тем, что мы сначала сняли её в обычном своём обличье, это у нас была современность, а потом наш художник-постановщик задекорировал её под 40-е годы, то есть они полностью перекрасили крыльцо, сложили целую кучу дров на входе, засыпали асфальт и бордюры песком, то есть в кадре смотрелось как будто это 40-е годы. А жалко. Кровь эту жалко. Детишков этих жалко. Матерей их жалко. И детишков их нерождённых тоже жалко. Я не скажу, что тяжело, просто я спал с этой ролью, как говорится, всё равно, потому что надо было действительно правду эту показать о тех людях, которые вытянули эту войну, и ну, вроде говорят, получилось. Слава Богу, и слёзы были, и он близок мне, ну, по сути, я сам себя и сыграл. То есть, когда что-то происходит, я весь там, в этих горячих точках, там, не телом, так, душой, сердцем. Соавтор сценария, художник-постановщик, школьного учителя Артём Декин, признаётся, фильм родился сразу, что называется, без мук творчества. В душе давно наболело. В то время, когда на экране ещё идут титры, в его голове уже созрели три новых сценария. Готов продолжить съёмки и исполнитель главной роли 17-летний Влад Сизов. Киношный процесс настолько его увлёк, что за несколько дней, позабыв о профильных иностранных языках в 49-й школе, он определился с выпускными экзаменами и уже готовится поступать в Московский театральный вуз. Вот она, великая сила искусства. Если ты в театре делаешь какой-то порыв у тебя, то есть ты со зрителем всё равно коннект держишь, то когда ты, получается, в кино, ты сам собой находишься. И как бы тут в камеру тоже не посмотришь. И получается уже другое ощущение. Но конкретно я понял, что кино – это то, что мне нужно. Это когда я лежал на траве во время съёмок вот так вот с окровавленной рожей. И получается у меня возникла такая мысль – я люблю эту работу. И мне вот очень сильно захотелось как-то дальше двигаться в этом направлении. Дарья Пьяникова, Евгений Нафигов, РТК Забайкалье. В череде фестивальных дней столица Забайкалья отметила 171 год со дня присвоения ей статуса городом. На Центральной площади в честь праздника состоялся торжественный концерт и шествие. трудовых коллективов. Праздник на площади Ленина начался в 10 утра. Уже по традиции торжественную часть открыли церемонии вручения наград. Знака почётный гражданин города Читы удостоен Александр Филонич, общестроительный стаж которого 46 лет. Медали за заслуги перед городом вручили Ирине Курину, Надежде Смирновой и Леониду Едыкину. Несмотря на пасмурную погоду и ветер, поздравить земляков и коллег пришли более 15 тысяч человек. Наш город устремлённый и сегодня в будущее старше многих известных городов. При этом вся история Читы это история сильных мужественных людей, нацеленных в первую очередь на обеспечение интересов родного государства и народа. Чита город ветеранов, которые являются наставниками для молодого поколения. Чита город труженик. Во все времена своим трудом жители города Читы делали этот город и продолжают делать. От площади Ленина до Пушкинской библиотеки выстроилась колонна участников шествия. Здесь представители нескольких сотен предприятий. Каждый трудовой коллектив стремится отличиться от соседнего. А это Министерство здравоохранения. Врачи Краевого перинатального центра облачились в белые халаты. Главный атрибут колонны воздушный шар в виде младенца. Решила прийти поддержать свой центр и поздравить город с праздником. Наш трудовой коллектив очень сплочен и дружен и чего я всем желаю. Не уступает первая городская клиническая больница. Учреждение более 120 лет борется за жизни и здоровье забайкальцев. Только за период пандемии медперсонал вылечил десятки тысяч человек. У нас очень дружный слаженный коллектив. Вот мы сегодня представители здесь. Очень многие сегодня у нас трудятся. И поэтому всех с праздником поздравляем. Желаем всего хорошего и будьте здоровы. К шествию впервые присоединилось и Министерство обороны. В колонии принимают участие 80 человек и два автомобиля Урал и Волга. Перед тем как встать в строй участники долго продумывали концепцию. Главное мирного неба над головой чтобы все быстро закончилось и все были счастливы потому что всех ждут дома родители друзья дети. Самое главное здоровье добра удачи счастья здоровья всех с праздником. К поздравлениям присоединяются Анастасия Рыжова Константин Васильев РТК Забайкалье. В завершении дня рождения города на площади Ленина состоялся праздничный концерт где главным подарком стало выступление певца и блогера Хабиба. Насколько тепло исполнителя встретили читенца и почему не отпускали не только со сцены но и своих объятий знает мой коллега Григорий Анипер. Несмотря на проливной дождь и порывистый ветер на главную площадь Читы пришло рекордное количество зрителей. Тысячи человек заняли буквально каждый метр а все ради того чтобы увидеть своего кумира и поставить яркую точку в праздновании Дня города. Перед тем как известный певец и блогер Хабиб появился на сцене Читинцев разогревала известная забайкальская группа Джаями. Музыканты представили публике свою новую песню и кавер-версии уже известных композиций. И вот настал тот момент ради которого все собрались на экране он а из колонок играет всем известная Ягода-малинка Эмоциям зрителей не было предела все подпевали снимали на телефон и даже признавались певцу в любви Потому что нравится он Левая Несмотря на дождь все хорошо Вот племянница его любит поэтому мы пришли Он лучше Лучше? Да Скажи пожалуйста Давно его знаешь? Да И как тебе сегодняшнее выступление? Отлично Я вижу все ваши лица промокшие но довольные столько много детей родителей Для меня это огромная гордость сегодня выступать на вашем празднике Спасибо Читинцев Просто лучше Сам певец не скрывал взаимных эмоций Несколько раз он спускался со сцены пока не понял что такие выходы в толпу могут быть небезопасны И случай не заставил себя долго ждать Нетрезвая фанатка исполнителя настолько крепко обняла певца что оттаскивать ее пришлось сразу нескольким охранникам Концерт продолжился несмотря на выходку зрители зажигали вместе с певцом пели танцевали и отсняли пожалуй гигабайты видео Спасибо большое вам что вы вместе с нами нам сегодня исполнилось 171 год Ребят давайте проявим уважение Поаплодируем Хабибу Спасибо родные спасибо большое очень приятно Ну и как оставить такой грандиозный и большой праздник как День города без масштабного и красивого салюта Ночное небо в один миг засияло разноцветными огнями фейерверков в честь 171 годовщины любимой Читы Григорий Анипер Константин Васильев РТК Забайкалье Почти неделя кино и культурного просвещения для чтенцев и гостей города пролетело незаметно Самое время подвести итоги сделать выводы и подумать о будущем юбилейном фестивале На пять вопросов нашей программы сегодня ответила министр культуры Забайкалья Ирина Левкович Полную версию проекта смотрите в нашем эфире сразу после выпуска новостей А пока только самое интересное Забайкалье уже в предвкушении 10-го юбилейного Забайкальского кинофестиваля Мы понимаем что он должен стать особенным очень особенным с точки зрения и географии вот в этом году мы 13 районов охватили мы должны расширить еще больше нашу географию фестиваля мы должны подумать уже более детально о том что изменилось между 9-м и 10-м фестивалем в этот период как прогрессирует наше региональное кино но и потом мы уже немножко будем все равно перезагружать свой подход с точки зрения сегодняшней ситуации и кинорынка и рынка индустрии и вообще кино каким образом мы будем это выстраивать но очень бы хотелось на 10-м фестивале увидеть больше фильмов именно международного формата больше гостей и скорее всего будем все-таки думать о том чтобы увеличить количество площадок у нас такая возможность есть у нас будет открыт уже драматический театр и к этому часу это все новости на сегодня есть тема или проблема звоните нам по телефону редакции 914 120 18 13 или пишите в мессенджеры в вайбер или ватсап также по этому номеру ждем ваших сообщений в социальных сетях и на нашу электронную почту прессобаказртк.ру я же с вами прощаюсь всего вам доброго до свидания до свидания